Спектр РГ откроет 3 миллиона черных дыр и изучит хребет Галактики. Спектр РГ откроет 3 миллиона черных дыр и изучит хребет Галактики в 8 часов 22 декабря 2019 года. Обновлено. 10.42.22 декабря 2019 года. Иллюстрация РИА Новости. Роскосмос. Наша. Обсерватория Спектр РГ. Иллюстрация РИА Новости. Роскосмос. Наша. Москва, 22 декрея новости, Татьяна Пичугина. Российская орбитальная обсерватория спектра РГ провела пробное сканирование и в ближайшее время начнет обзор всего неба. Это единственный на сегодня современный инструмент астрофизических наблюдений в рентгеновском и гамма-диапазонах, позволяющий с беспрецедентным разрешением разглядеть объекты в плоскости галактики, ее центральную часть, открыть звездные и галактические скопления, квазары, пульсары и остатки сверхновых, увидеть 3 миллиарда черных дзыр, подобраться ближе к тайне темной материи. О работе и научных задачах спектра РГ ученые рассказали на конференции астрофизика высоких энергий сегодня и завтра, прошедшей на днях в Институте космических исследований РАН. Между Солнцем и Землей. Эта история началась в 1987 году, когда страна отмечала 30-ю годовщину запуска первого спутника Земли. Ученые получили разрешение провести в нашем институте международную конференцию и запланировали построить аппараты, которые прославит СССР. Один из них «Радиоастрон», работал на орбите в 2011-2019 годах. Примечание редакторов. Второй спектр РГ. Начать проект помогали Андрей Сахаров, Яков Зельдович, рассказывает Рашид Сюняев, научный руководитель спектра РГ и отдела астрофизики высоких энергий ИКИРАН. К созданию аппарата привлекли множество советских и зарубежных организаций, но в 2003 году, когда значительная часть приборов была готова, проект закрыли. Это была огромная драма, вспоминает Сюняев. Через несколько лет удалось добиться возобновления работ. Технологический прогресс позволил создать гораздо более совершенные приборы. Спектр РГ несет на борту два телескопа российский ЯРК-ХС, разработан под руководством Михаила Павлинского и «Эросета», сконструированный в кооперации с учеными из Института внеземной физики общества имени Макса Планка, Германия. Первый работает в диапазоне жесткого рентгеновского излучения 5-13 килоэлектрон-вольт, второй в более мягком рентгене 0,3-11 килоэлектрон-вольт. Его спектральное и угловое разрешение в 25-30 раз больше, чем спутника предыдущего поколения. Работавшего на орбите в 1990-1998 годах. Запуск спектра РГ откладывали 4 раза. Старт состоялся 13 июля 2019 года. За три месяца аппарат преодолел 1,5 миллиона километров и сейчас вращается по круговой орбите вокруг второй точки Лагранжа. Так называют орбиты, на которых силы притяжения Земли и Солнца, действующие на крошечный аппарат, и центробежные силы скомпенсированы. Аппарат находится в таком положении, что всегда видит Землю и Солнце, поэтому нет проблем со связью и зарядом солнечных батарей. Здесь снижено влияние магнитного поля Земли и ее радиационных поясов. 22 октября, 16.31 РИА НАУКА Построенную спектр-РГ карту Вселенная обнародуют через 6 лет. Связь с спектр-РГ поддерживают телескопы в Подмосковье и Уссурийской астрофизической обсерватории самой Южноширотной в России. Каждый день сотрудники ИКИРАН и НПО имени Лавочкина управляют спутником, принимают и отправляют множество команд, сообщил ученый. Спектр-РГ уже выполнил пробные сканирования неба и получил очень подробные изображения в рентгеновском диапазоне. Сейчас идет калибровка приборов. Через несколько месяцев данные будут направлены научным группам для анализу. За 4 года предстоит сделать 8 полных обзоров неба. Еще 2,5 года аппарат будет работать в режиме обсерватории, наблюдая самые яркие объекты, такие как активные ядра галактик, галактик, хребет галактики и звуковые волны Вселенной. Ученые продемонстрировали первые изображения, созданные по данным телескопов Арт-ХС и Иросита. Среди них снимок ближайшего к нам скопления галактик кома любимого объекта многих астрономов. Чем ярче цвет, тем выше плотность вещества. В самом центре она в 500 раз превышает среднюю плотность вещества во Вселенной. Порядка 80% комы занимает темная материя, пока недоступная для наблюдений. Икеран, Екатак Врентгене телескоп Арт-ХС, видит скопление галактик кома, расположенное в созвездии волосы Вероники. Получено первое изображение хребта нашей галактики так называют структуру Млечного Пути в рентгеновском диапазоне вдоль галактической плоскости. На нем примерно 2000 источников, множество молодых звезд в зонах активного звездообразования, кандидаты в одиночные нейтронные звезды, ударные волны от вспышек сверхновых. Икеран, ЕК-участок галактического хребта захватывает примерно 2000 источников. Красный цвет более мягкое рентгеновское излучение, синий и зеленый более жесткое. Здесь можно изучать звезды, белые карлики, рентгеновские двойные системы, нейтронные звезды, черные дыры в низком состоянии без акреции. Икеран, ЕК-участок галактического хребта захватывает примерно 2000 источников. Красный цвет более мягкое рентгеновское излучение, синий и зеленый более жесткое. Здесь можно изучать звезды, белые карлики, рентгеновские двойные системы, нейтронные звезды, черные дыры в низком состоянии без акреции. Красный цвет на снимке означает самые холодные, по галактическим меркам, сгустки газа с температурой порядка 300-500 тысяч градусов Кельвина. Зеленые и синие дают рентгеновские источники с температурой в многие десятки миллионов градусов. Темные участки области, скрытые от наблюдения пылью, поглощающие рентгеновское излучение. Это грандиозная вещь. Мы очень радуемся этим результатом, отметил Рашид Сюняев. Одна из основных космологических мишеней спектра РГДРА Локмана. Так называют область неба размером примерно 20 квадратных градусов без облаков нейтрального водорода, что делает ее прозрачной для наблюдения вне галактических объектов. Первые же изображения позволили ученым насчитать 6,5 тысяч рентгеновских источников, видимых через эту дыру. Среди них 500 звезд, 150 скоплений и групп галактик. Это в два с лишним раза детальнее, чем дают другие инструменты. Икеран, екадыра Локмана, через которую наблюдают вне галактические объекты. Поиски классификацию рентгеновских источников проводят с помощью нейросети. Ироситер наблюдал двойную систему СС-433, ярко излучающую в рентгеновском диапазоне. Ученые полагают, что это пара из черной дыры и нейтронной звезды. Они создают картину спирально закрученных рукавов джетов, через которые вытекает вещество с быстротой, равной 0,26 скорости света. На полученном снимке хорошо различимы ударные волны. Следующая добыча движущейся со скоростью 1000 км в секунду пульсар PSRB-1509, 58 с окружающей его туманностью. Он находится на расстоянии 17000 световых лет от Земли, но благодаря рентгеновскому излучению мы можем его видеть. ИКИРАН, ЕКОГАЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИКИРАН, ЕКОГАЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР Спектр РГ работает в тесном контакте с наземными телескопами. Обнаружив очень яркие и интересные объекты, ученые из ИКИРАН передают их астрономам, ведущим наблюдения. Так, с помощью 1,6-метрового телескопа АС-33 и Ксаянской обсерватории Института солнечно-земной физики Иркутского научного центра САРАН уже сделаны снимки, подтверждающие открытие двух очень далеких квазаров в дыре Локмана. Программы наблюдения наиболее интересных кандидатов одобрены на ПТАСАРАН в Нижнем Архезе, бывшем российском телескопе, установленном в Турции, РТТ-150. Ученые надеются с помощью спектра РГ наблюдать барионные акустические осцилляции звуковые волны, возникшие на самом раннем этапе эволюции Вселенной и до сих пор гуляющие по наблюдаемому веществу. Как рассказал Рашид Сюняев, их амплитуда будет заметнее на больших масштабах, если за узлы космической паутины принять скопление галактик. Согласно по счетам, чтобы обнаружить этот феномен на уровне достоверности четырех-пяти сигма, нужно сто тысяч скоплений с массой больше, чем три вопросительный знак тысяча четырнадцать масс Солнца. Именно столько есть в наблюдаемом нами космосе. Далеко не все они открыты. И. Иросита. Восполнит этот пробел. И. Киран. Екогалактический центр. Балдж.